Seashells on the seashore. Seashells on the seashore. Что за издевательство? А вы, лично вы, работаете над своим произношением? А учеников мучаете, чтобы говорили как актеры больших и малых? Чтобы прямо как дикторы все произносили? Чтобы прям лучше вас? Сегодня мы поговорим, как работать над дикцией на уроках английского. Начнем с классики. Проведите с учениками артикуляционную разминку. После этого никакой каши во рту. Обещаю. И вторичная выгода. Не будете храпеть. Ведь причина храпа это ослабленная мышца языка. Возьмите зеркало, ну или включите его на телефоне, чтобы следить за правильностью выполнения. 3-4. Гимнастика губ. Раздвинуть губы так, чтобы был виден ряд передних зубов. Губы слегка растянуть, а затем вернуть в нейтральное положение. Губы сжать без выпячивания, а затем вернуть в исходное положение. Округлить губы, опустить челюсть, а затем сомкнуть губы, сжав челюсть. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед, чтобы нижние зубы оказались в одной вертикальной плоскости с верхними. Гимнастика языка. Прижать кончик языка к нижним зубам. Кончик языка прижат к верхним зубам. Кончик языка прижат к альвеолам-бугоркам за зубами. Кончик языка поднят выше альвеол и слегка загнут кверху. Кончик языка поместить между зубами и быстро убрать. Вернуть язык в нейтральное положение. Кончик языка поместить между зубами и продуть воздух через щель. Эти упражнения действительно хорошо разогреют артикуляционный аппарат. И класс перед занятием тоже разогреют, если дети у вас веселые. И теперь з и с у ваших учеников будет от зубов отскакивать. То есть между зубов. Скороговорки. Скороговорки это тоже смешная вроде бы задача. Да только выполнить ее не так просто. А значит вы сможете убить двух зайцев. И произношением позанимаетесь. И соревновательный дух в классе поддержите. А если занимаетесь один на один, то соревнуйтесь с учеником сами. Можете, конечно, немного поддаваться. Но я вам скажу, ученики бывают крепкие орешки. Выберите скороговорку. Например, Red Lori, Yellow Lori. Red Lori, Yellow Lori. Red Lori, Yellow Lori. Попросите учеников повторить хором и медленно. Комментируя, как правильно произносить тот или иной звук. Положение языка и губ. Red Lori, Yellow Lori. Red Lori, Yellow Lori. Red Lori, Yellow Lori. Ускоряйтесь тоже хором. Red Lori, Yellow Lori. Red Lori, Yellow Lori. А теперь предложите ученикам произносить скороговорку по очереди и с ускорением. Не забудьте первого ученика сделать последним, чтобы все было честно. То есть каждый следующий ученик говорит быстрее предыдущего. Больше идей, как применять скороговорки на уроках, ищите в новой статье на нашем блоге. Она называется Tongue Twister Activities. Ссылочка в описании. Ваши ученики удивятся, если вы предложите поработать им с рэпом. Хотя, где-то мы им такое уже предлагали, конечно. Рэп в качестве разминки точно зайдет детям постарше. Ведь это тот еще челлендж. Читать как Eminem. Многие пытаются обойти Eminem по скорости. Вот и вы предложите подросткам. Пусть речь отрабатывают. Этапы работы с текстом будут такие. Прочитать текст медленно. Проработать незнакомые слова и выражения. Расставить паузы и интонацию. Читать быстрее. Прочитать под музыку в нужном темпе. Внимание! Опасность! В рэпе нет цензуры. Поэтому внимательно выбирайте текст для учеников. Если дети достаточно взрослые, и вы вообще работаете с Эдалс, придумайте звук или слово, которым вы будете за***ть нецензурную лексику. В рэпе от нее никуда не убежишь, а с запикиванием может получиться весело. Однажды Настя в выпуске Handy Hacks показывала, как это делать. F-word заменить на смешные слова типа fluff или freak. И, ну, в общем, используйте воображение. Кстати, если хотите чаще видеть, как Настя, я и все ведущие делают странные вещи, подпишитесь на канал Sky Teach в ТикТок. Он теперь у нас есть. Нас там легко найти через поиск по названию Sky Teach. Если заметите, что тема современной музыки вдохновляет учеников не на шутку, то можете еще немного в нее углубиться с пользой для английского. Вспомните историю рэпа. Пусть доклад вам о нем напишут или целый проект. Все это будет вступлением к творческому заданию. Ведь ученики узнают, что рэп – музыка страдальцев. Сидельцев. Поэтому в ней столько ругательных слов, кстати. Если ученики любят повыступать и пофантазировать, предложите им самим поупражняться в написании рэпа о том, как им тяжело живется. Ну, например, скоро экзамены, а я не готов. Или уже в 10 лет я встаю в 7 утра. Present perfect versus past simple. Battle. Почему бы и нет? Меня бросила девушка, потому что я слишком много времени уделяю английскому. Хотя это больше похоже на country. My girl left me. My host speaks English to me. Ну, не знаю. Короче. Эксперименты с языком позволят чувствовать себя увереннее. Творческое задание поможет лучше запомнить нужную лексику. Для произношения ритмический рисунок тоже очень полезен. Теперь рэпчик про учителя, который я придумал сам. Это не Eminem, а я сам придумал рэпчик. Becalling an English teacher was my intentional choice. I helped to learn using books, websites, and of course, my voice. Skyeng is considered a cool company to work for, especially if you want to teach from your home. How to join Skyeng? You may wonder, my friend. The link is in the description. You know where it's at. Да, кстати, если у вас будет ярый противник рэпа, который не захотят писать и произносить именно его, пусть пишут блюз. В мире достаточно музыки о страданиях. Пусть ни в чем себе не отказывают. Друзья, помните, чем креативнее ваши задания, тем выше мотивация учеников к совершенствованию навыков английского языка. Кстати, а как у вас с мотивацией? Пользуясь случаем, приглашаю всех учителей проверить свой английский и методические навыки в Олимпиаде от SkyTeach и Cambridge Assessment English. Она бесплатная, а ссылка на нее прямо в описании. Кстати, прежде чем участвовать, вы можете размяться на бесплатных вебинарах, приуроченных к Олимпиаде. Например, 19 марта бесплатное занятие по игровым методикам в преподавании. Ссылка в описании. А потом еще будет вебинар по софт-скилз для учителей. Вот интересно, кстати. Для учителя знание скороговорок это софт-скилз или не софт? Хард, хард-скил. Вы как считаете? Расскажите в комментариях о своих любимых скороговорках и других упражнениях для речи. Давайте делиться опытом друг с другом. И не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на YouTube-канал SkyTeach и жмите на колокольчик. До скорого! Я одинокий бродяга любви Казанова.